Дворцы бокса Олимпийская надежда Со всего города будут здесь, во Дворце бокса Сегодня лично известны люди, которые имеют непосредственное отношение к спорту И к боксу в том числе Сергей Николаевич, здравствуйте Здравствуйте Я так понимаю, что это первая тренировка проходит сегодня Открытая после грандиозного открытия Дворца Открытая тренировка и совместная тренировка Куда приехали ребята, ну дети Но мастеров еще нету в этом возрасте Но есть новички Ну просто посмотреть уровень подготовки То есть лето заканчивается Кто в какой форме Кто как провел это лето Посмотреть на ребят в какой физической форме Как вам тренируется здесь? Тренируется очень хорошо Здесь два зала, где можно Здесь вот сильнейшие ребята Там ребята пришли посмотреть на сильнейших ребят Здесь человек третий Там человек третий То есть за одно время, за полтора-два часа мы можем потренировать около 60 человек со всего города сюда приезжают. Вот этот зал соревновательный. Здесь можно как тренировки проводить совместно, так же здесь можно проводить и соревнования. Есть трибуны, где могут, ну вот новички пришли, чтобы заинтересовать и, как говорится, привить любовь к боксу. То есть можно туда привезти, поставить, чтобы они смотрели, как ребята более опытные уже тренируются в перчатках, чтобы их заинтересовать, чтобы они хотели, чтобы их тянуло в этот зал и научиться так же, как у сильнейших, работать в перчатках. Валерий Михайлович, вы сами следите за Олимпиадой в Риме? Ну, конечно. А вот раперисты подвиг совершили, да? Да. Проигрывали, проигрывали совсем, и французы выиграли, да? Ну вот. Так что и наши ребята на следующей Олимпиаде тоже сделают. Будем надеяться, будем стараться. Что нужно сделать, чтобы появились там? Вот же, работают мы, и результат будет. Много работы надо? Очень много, но в этом году у нас и по юношам есть результат в городе. То есть вот сейчас есть возможность проводить совместные тренировки. Туда съезжаются у нас и здесь ребята подрастают, и есть возможность приезжать со всего города. С Левого берега, с Московки тут, ну, доступность в центральные районы. Туда приезжают, и, ну, сейчас ребята вот здесь даже в количестве 30-40 человек. Ну, и тут два ринга, можно проводить спарринги, отборочные. То есть есть в каждом весе у нас даже у подрастающих ребят есть какая-то конкуренция. То есть вот эти здесь для тренировок очень полезны. Почему? Потому что приезжают там, ну, к примеру, с Левого берега, там, оттуда-нибудь. Десятилетие приезжают ребята. В каждом весе есть конкуренция. Нам надо отобрать каких-то лучших ребят, чтобы повезти на то же первенство Сибири. Ну, первенство Сибири дает выход на первенство России. То есть это, как говорится, первые шаги, которые к большому спорту. Начинаем с юношей, потом у нас вырастают, ну, будущие олимпийские чемпионы. Сколько человек, может, максимально заниматься? В одном дали? Или вот если брать сразу в этой школе? Ну, около тысячи человек. Ой, юноши, ой, здорово. Тысяча человек. Александр Александрович, ну, наверняка и вы, и все ребята следят за успехами сборной нашей страны на Олимпиаде. Скажите, пожалуйста, вот сегодня тоже, да, будет четвертьфинал у мужчин по боксу. Понятно, что когда молодые, подрастающие поколения смотрят на успехи чемпионов, это для них тоже стимул. Но ведь им нужны свои какие-то победы, пусть маленькие. Знаете, наша школа тоже Олимпийского резерва, да, поэтому мы здесь готовим молодых воспитанников, которые и смотрят бокс, и любят бокс, и занимаются боксом. И во многом стараются, да, как бы достичь того результата и попасть, да, как конечная вершина, как цель, попасть на Олимпиаду именно участниками соревнований. Ну, посмотрим, конечно, мы каждый год проводим отборы, сначала наборы проводим соревнования, идет большой тренировочный процесс, уже выбираем лучших, сильнейших, проводим первенство в области. Ребята выезжают боксировать на Сибири, на Россию. Вот в таком, примерно, характере, да, в таком плане формируется, да, вот, спортивный успех спортсмена. То есть это работа, это учеба, это тренировка, это вот комплекс работ, который позволяет и позволит в дальнейшем выйти, может быть, и на Олимпийский уровень. Ну, мы, конечно, этого ждем и хотим, надеемся. Конечно, у нас появился прекрасный зал, прекрасная база. Боксеры, народ вообще такой неизбалованный, да, и как-то так. Сейчас с советского времени люди занимаются такие волевые, ребятишки приходят, которые готовы выходить на ринг, за себя постоять, которые хотят научиться. Ну, могу сказать, что действительно прекрасная база вот в этом комплексе старого аэропорта. Много лет здание простояло, просто бесхозное. А сейчас, как мы видим, прекрасные ринги, прекрасный ремонт, полный зал ребятишек, которые просто с улицы дворов приходят и занимаются делом. То есть это, наверное, это вообще самый главный результат, когда мы отрываем молодежь от непонятных моментов, да, жизненных, с улицы, а именно формируя в них такие качества, которые позволят им пригодяться в дальнейшей жизни. Я считаю, что вот то достояние, которое у нас в городе есть, вот одно из зданий, которое было раньше, но стояло долгое-долгое время, я уж не помню, сколько лет, оно находилось... Красивое. Да, красивое находилось в каком-то дремучем состоянии, что-то какие-то рынки там старались сделать, какую-то торговлю открыть. И вот все время думалось, но, видимо, аэропорт уже не будет действовать. Что же будет дальше с этим зданием? И на самом деле, какой-то такой уникальный подарок, что это здание стало, во-первых, возвращаться в нормальный облик, облик с точки зрения современного дизайна, вот, сохранение этих колонн, которые исторически были... Ведь все, что здесь задумано... История города. Да, это творчество, это, наверное, это какие-то композиции, которые в то время считались такие монументальные, да, вот тот период прошлых советских лет. И вот сейчас, когда здесь появился дворец бокса, я думаю, что, наверное, любой мальчик, который стал заниматься боксом жестким, единоборствами, и в нем формируется, может быть, какая-то сила скорости, быстроты, мощности в своих движениях, он соприкасается с этой культурой. Вот здесь, я не знаю, насколько это будет дальше, и скажется на формирование личности детей... Это воспитывает тоже, красота воспитывает. Вот, мне кажется, здесь в таких зданиях, такого рода исторических монументах и обновленном виде, дети получают больше развития, чем просто спорт. Ну, а когда там такая чистота идеальная, когда современные двери, современная сантехника, в конце концов, душ, который мы не видим сегодня во многих общеобразовательных школах при занятии физкультурой, это представляет из себя огромную ценность. Я надеюсь, что бокс становится на тот, наверное, образовательный, культурный уровень, который свяжет современного спортсмена с обликом современного человека. Надеюсь, что здесь будут такие, как Тищенко. К следующей Олимпиаде. К следующей Олимпиаде, потому что мальчишки маленькие занимаются. Но вот этот район Старого Кировска, это подарок обогащения тем детям, которые здесь живут. Я в этом полностью убежден. Теперь ребята могут прийти заниматься олимпийским видом спорта и продолжать то красивое дело, эффективное, и быть патриотами своего города. Ведь талантливые тренеры, талантливые дети у нас есть. Коль Алексей Тищенко стал двукратным, даже не просто олимпийским чемпионом, а двукратным олимпийским чемпионом. Поэтому я надеюсь, что все-таки, конечно, мы связываем свою судьбу будущего олимпизма и с этим заняем, Валерий Михайлович. Теперь надо для мальчишек турнир на призы Тищенко здесь сделать. Обязательно. Сделаем на призы и Алексея Тищенко, да. И чтобы здесь эти призы были символичны к тому, что вот в новом формате мы формируем соревнования. Надеюсь, что этот год явится, конечно, новым этапом развития детского бокса. Сейчас запланируем этот красивый турнир. И турнир, который проходил у Алексея в качестве огромного количества зрителей для большого бокса, может быть связан с детьми, где можно будет проводить спортивную пригодность. Может быть, не все дети становятся боксерами, но с турниром Тищенко мы можем обсудить возможность оценки будущего спортсмена. Хотя я даже понимаю так, что если ребенок пришел, может быть, он не сможет стать чемпионом Олимпийских игр, но если он занимается в хороших условиях, с хорошим педагогом, это уже победа. Это уже победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова